В Кирове 12 часов и 4 минуты. Добрый день! Вас приветствует Дарья Топузлеева и Владимир Сметанин. Напоминаем, что сегодня 30 августа, предпоследний день календарного лета. Скоро холода, скоро будем снова платить за отопление. Зима не за горами. Определенную нервозность вызывает по традиции начало нового учебного года. Как-то вот тревога какая-то. Ты как себя чувствуешь? Постоянно перед зимой тревога? Нет, у меня скоро... А хотя да, тоже тревога. Мне через пару недель ехать в отпуск. И я посмотрела прогноз погоды, и там тоже как-то тревожно, поэтому теперь я тревожусь. Ну вот у каждого у нас свои заботы, да. Но, кстати, могу вам подсказать всем, если вы хотите вот таких позитивных, добрых новостей, то заходите, пожалуйста, на сайт регионального правительства. Кироврек.ру. Вы только послушайте, какая песня прям. Государственная служба несовместима с реализацией личных проектов и интересов. Люди должны увидеть позитивные преобразования. Да подожди, у меня уже вопросы сразу к первой новости. Мы все новости не успеем, к сожалению. Обсудить? Отсудить. В каждом районе должны быть современные спортивные сооружения. В Кировской области отреставрируют культурные объекты. Понимаешь, к чему я клоню, да? Это все разобранные на цитаты высказывания в Рио губернатора Александра Соколова, сказанные им сегодня с 10 часов утра. В рамках выступления перед депутатами законодательного собрания, руководителями предприятий, организаций. Вот сейчас повсюду, по новостным площадкам, в пабликах эти новости сейчас появляются, сколько всего было обещано. Ну, а вот по моим ощущениям, вот эта такая массивная информационная атака, она началась еще накануне. По понедельникам, а вчера был понедельник, в Рио губернатор устраивает традиционные планерки, совещания. И вот, как мне показалось, вчера там такая напряженная атмосфера была, довольно жестко по разным темам высказывался глава нашего региона в ранге временно исполняющего обязанности, дорожному комитету пригрозил чуть ли не кулаком, высказался по теме дорог, по теме школьного питания. И, собственно, о теме школьного питания мы сегодня в очередной раз и хотим поговорить в нашей передаче. Ну да, я вижу, у нас интересная очень заявлена тема, да, про... сейчас я даже зачитаю. В Рио губернатора попросил отменить рыбные котлеты в школах. А чем можно их заменить? Задаемся мы вопросом. Мы накануне с коллегами, кстати, обсуждали эту тему. Ребята 80-х годов рождения, мы все 80-х годов рождения, и мы вспоминали свои детские сады, школы, и не нашлось, представляешь, ни одного человека, который бы негативно высказался о рыбных котлетах. Я? А, ты все-таки негативно выскажешься о рыбных котлетах. Как это вообще есть можно? Что это? Но мы мужским коллективом вчера обсуждали. Все свои рыбные котлеты, девочки у нас в классе, все до одной, у нас было 6 человек, отдавали... Пухлому мальчику какому-нибудь? Нет, парню, ну я не знаю, мы им отдавали их просто на тарелке, у нас было 20 парней, вот и 6 девочек, такое соотношение. И вот мы собирали вот эти свои рыбные 6 котлеток и отдавали парням, они делали из них бутерброды, вот черный хлеб, и котлету эту сверху складывали. Мне кажется, я за все 10 лет в школе ни одной рыбной котлеты не съела, там даже от одного запаха не очень. Ну а мы вот вчера как-то своим мужским коллективом пришли к выводу, что мы ничего не имеем против рыбных котлет. Я помню прекрасный детский сад, котлеты, причем рыбные были, они довольно такого приличного размера, от них вроде бы неплохо пахло, ароматно. Ароматно, ну кости бывали, да, это видимо зависит от тех людей, которые готовят, да, насколько они эффективно и качественно выбрали все эти косточки рыбьи. Ладно, не будем долго рассусоливать, что называется, давайте сейчас послушаем небольшой комментарий в Рио губернатора, произнесенные им слова накануне, вчера, вот о рыбных котлетах, пожалуйста. Больше всего нареканий по школьному питанию в городе, герои, Лена Васильевна, Вячеслав Николаевич, давайте прямо сейчас анализируйте эту ситуацию. Нареканий было по школьному комбинату питания много, и самое главное, было много нареканий по меню, не качеству даже, а просто дети это не едят, то, что предлагает комбинат питания. Да, там по санпинам надо давать рыбные котлеты, но их не едят дети, нужно додавать себе отчет, что это просто будет все выброшено. Поэтому давайте сейчас прямо занимайтесь, подавайте поручения вашему образованию, анализируйте это, сделайте так, чтобы детки были довольны, и родители довольны, и чтобы по деньгам все нормально, плохо дело. Когда вы понимаете, что это вы для своих, как для своих детей это делаете, тогда все сразу на свои места становится. Будут детки ваши кушать это или не будут. Поэтому давайте заниматься этим. Вот, честно говоря, Даша, я не понял, какой посыл тут вот из слов временносполняющего обязанности губернатора, что с рыбными котлетами нужно сделать? Я не понял. Исключить их из школьного питания или что? Как ты вот это все воспринимаешь? Ну, как я поняла, что вот это спорное блюдо нужно заменить на менее спорное, скажем так. А вот не зря там деньги были упомянуты, да? То есть если будем чем-то менять, на что-то заменять, то есть чтобы и по финансам это было не так затратно, то есть сопоставимо, да? Ну, тут нужно понимать, да? Ну, то есть рыба сейчас не дешевая. Я бы сказала, что большая часть рыбы сейчас стоит дороже, чем мясо. И, наверное, заменить, например, рыбные котлеты на мясные, ну, наверное, можно. То есть если в наше время... А мясные котлеты есть ведь сейчас в меню? Ну, есть, да. То есть еще один день мясных котлет? Ну, то есть получится еще мясные котлеты? Еще один день мясных котлет? Может быть, ту же самую рыбу, но как-то готовить по-другому. Не рыбные котлеты, я не знаю, там просто рыбу там на овощной подушке. Маскировать, вуалировать под что-то еще? Нет, целую рыбу. Зачем вот ее... А, целую рыбу? В эту гущу непонятную. Боюсь, это еще большее отторжение вызовет у определенной массы детей. Просто я сужу по своему старшему сыну, школьнику, но у него такое, да, отторжение. Обычно бывает при виде рыбы. При этом рыбные котлеты, это же не единственное, ну, странноватое блюдо, скажем так, в меню образовательных учреждений. Рис с изюмом, который мы тоже тут много раз в эфире обсуждали. Ну, на любителя, я согласен. Очень сильно на любителя. Я один раз в жизни пробовал, по-моему, рис с черносливом, но я понимаю, что когда был рыбный день, четверг, и все мы обязаны были употреблять в пищу именно рыбу. Причем сейчас же вот культ вот этого, да, там, ппшечки, так называемое, правильное питание, то есть миллион блюд самых разных, разнообразных, на пару готовят, там, в духовках запекают все, что угодно, тысячи этих рецептов. То есть, мне кажется, можно взять какие-то рецепты и адаптировать под детское питание вполне себе. А, у нас же сейчас на телевидении много всевозможных кулинарных шоу. Фудблогеры, весь YouTube фудблогеры. Да, пригласите, они что-нибудь, может, и придумают такого съестного, вкусного и ароматного для наших школьников. Ох, я чувствую, горячая у нас дискуссия намечается, беседа намечается по этому поводу. Алена Чеснокова у нас на связи, председатель Ассоциации защиты прав многодетных семей Кировской области, эксперта Пчероссийского народного фронта. Алена, приветствуем вас в прямом эфире. Да, добрый день. Да, мы родители, вы родители, вот мы тут пытаемся разобраться, а что имел в виду Александр Соколов, накануне предъявивший претензии по поводу рыбных котлет? Что, заменять надо чем-то? Находить альтернативу? Вот как вы поняли? Ну, то, что имел в виду Соколов, я, конечно, не могу сказать, потому что в его голову я не могу влезть. Но то, что рыбные котлеты у нас в меню, ну, так скажем, не востребованы, это 100%, потому что я еще также являюсь членом рабочей группы по питанию в нашей школе. Хожу туда достаточно часто и вижу каждый раз, что 100% этих рыбных котлет идет в мусор. Ну, то есть, предположим, приготовили 100 килограммов рыбных котлет, эти все 100 килограммов и, собственно, утилизируются. Идет мусор, да. Да, жалко и продуктов, и времени поваров. Ну, как бы тут одна из причин, конечно, понятно, что, ну, дома родители, мамы сейчас очень редко делают рыбные именно котлеты. То есть, рыба может быть там во многих вариантах, там, и жареная, и вареная, и парная, там, и всякое разное, но именно как котлеты дети есть не привыкли. И да, когда, ну, от сорта рыбы ведь тоже зависит, в школу, понятно, не привезут какую-то прям супер-пупер. И получается, что котлеты рыбные, они горчат, что, в принципе, не нравится детям. Ну, плюс сам аромат, да, собственно, рыбы многим очень не нравятся. Да, ну, как бы кто-то аллергик, видите, у нас очень много аллергиков, на это вообще, это вообще во внимание не берется. То есть, также я была членом рабочей группы при Министерстве образования, вот, с Рысевой, но там, ну, как бы обсуждался вопрос по меню детей с особенностями. То есть, ну, как ни жаль, группа к никаким выводам не пришла, то есть, то, что мы там целый год прозаседали, и то, что я там кричала, что прежде, чем сделать меню для особенных детей, вы разберитесь сначала с обычным меню. Потому что исходят-то они все равно из общего меню. То есть, это ни к чему не привело, к сожалению, но я думаю, что это не последняя точка, и мы будем дальше все равно это все пробивать. И девчонки там, вот, и Оля Тарикина, они хотя бы этот вопрос не оставляют до внимания. Алена, смотрите, а вот 100 килограммов, ну, вот, пусть там, да, пусть будет эти 100 килограммов рыбы, которые сделали эти котлеты, выбросили их, ну, то есть, вроде бы, проблема очевидна. А продукты, продукты, деньги просто уходят в мусорное ведро. Переводятся. Переводятся, да. Да, и вот мы сейчас с Вовой обсуждали, там, это прошлое этих рыбных котлет тоже, то есть, я вот помню, мы тоже никогда их в школе не ели, эти рыбные котлеты, ну, вот, Вова ел. Но к тому, что эти рыбные котлеты были достаточно спорным блюдом и 20, и 30 лет назад, ну, то есть, остаются им по сей день. Ну, у нас есть немного спорных блюд. Ну, просто, если этот вопрос уже там... Давайте мы хоть про одно блюдо поговорим для начала. Если этот вопрос уже поднимался, и очевидно, что его никто не ест, и просто все это выбрасывается, господи, почему так сложно решить, вот, правда, и заменить их чем-то? Ну, вот, да, вот это я вообще не понимаю. У нас, ну, если помните, буквально еще несколько лет назад у нас все-таки были, например, какие-то сосиски, колбасы. Все это запретил распотребный взор. То есть, это в школе нельзя, но при этом дети, во-первых, это едят, во-вторых, дети с этим знакомые, и они это едят дома, то есть, в школе типа нельзя, а дома-то ведь они это все равно едят. Так вопрос-то тут возникает, почему запретили? Если, конечно, вы покупаете соевые сосиски, да, они вредили, так вы купите хорошее, но, опять же, тогда не хватит денег. Также я вот слышала, что на федеральном уровне решается вопрос с напитками, и что детям очень полезно какао, оно там и калорийное, там и все, но сами понимаете, что если сделать стакан хорошего какао, он, в принципе, заберет на себя половину стоимости всего обеда. Да, учитывая то, что ингредиенты дорожают. И хорошее молоко, и хорошего качества какао нужно, то есть, да, это полезно, но, опять же, все упирается в деньги, но мы экономим на детях, при том, что, ну, потратили эти 60 рублей на ребенка, да, но эти 60 рублей ушли в мусор, потому что дети это не едят. Потому что для ребенка, в первую очередь, важно, как это визуально выглядит блюдо, как это блюдо пахнет, и только потом уже идут вкусовые качества. Ведь они сначала смотрят, они нюхают, и если не нравится, они пробуют. А если, извините меня, это вот, ну, какая-то несуразная каша такая из рагу, например, в тарелке, которая еще и вынеет, соответственно, ребенок это даже пробовать не будет. Естественно, никогда еда домашняя и столовская, она, ну, на одну ступень не станет. Нельзя сопоставить. Потому что дома вы там рагу делаете, там, ровные кубики, там, красивый горошек. Здесь, понятно, это все в одной куче, никто там эти кубики по сантиметру делать не будет. Но, тем не менее, это должно быть визуально выглядеть хорошо, и должен быть хороший запах. Только тогда можно ребенка спровоцировать на попробовать это блюдо. Пусть блюдо на столе будет таким, чтобы ребенок захотел его сфотографировать и выложить. Ну, это творческий подход, да, при подготовлении, чтобы это красиво было, ярко, не обучено. Не первый год говорим о том, что не едят дети, плохо едят, там, эти блюда не по нраву, те не по нраву. А вообще какие-то изменения происходят позитивные в этом направлении? Ну, вот с этого года будут изменения в меню для первой смены. То есть то, что вот я, например, говорила, ну, вот опять же на этой рабочей группе при Ненобре, когда я сказала, говорю, вот вы взрослые люди, вы утром пришли на работу, вы захотели там позавтракать, вы пришли в столовую, что вы заказываете? Ну, кашку. Я говорю, ну, кашку. А ребенку в 10 утра каждый день дают котлеты. Не будет ребенок в 10 утра есть котлету. И 5 дней в неделю есть котлету, это, ну, вообще, это просто нонсенс. Они этим самым, они даже, дети эти дома уже не хотят котлеты есть, потому что они, может, в школе на них насмотрелись. И поэтому, получается, приходит класс, смотрит, блин, опять котлета, они берут эту тарелку, не пробуя, не нюхая, они уже просто несут это в мусор. Потому что, ну, одна, как сказать-то, постоянно вот эти вот, вид этих котлет, он уже просто сам по себе отторгается. Алена, а вам не кажется странным, что мы из года в год, из года в год вот обсуждаем эту тему, и что-то чиновники говорят, и вроде что-то предлагают, а давайте так сделаем, а давайте так. Шумиха была поднята, когда, два года назад, когда нам администрация городская пообещала кардинально перелопатить, пересмотреть это меню для школы и детских садов. Что-то туда включить, здоровое питание и так далее. А, вот они что сделали. Да, они пересмотрели. Почему мы все время возвращаемся к этой теме? Я понимаю, что дети нужно правильно питаться, хорошо, качественно, калорийно, вкусно, но... Потому что сверху сидят люди и придумывают эти законы, которые не имеют отношения к этому, которые не знают всех вот этих вот тонкостей. Они не понимают, что хотят дети, они не слушают родителей. Вот у них есть бумажка, запрещены сосиски. Фиг вам, я дам эту сосиску там где-то. Вот у меня должно быть там пять котлет в неделю. Вот вам пять котлет в неделю. Я говорила, в прошлом году вот тоже очень много раз поднимала вопрос, что дети вот не едят утром эти. Я говорю, почему нет? Ни запеканок, нет никаких-то там... У нас абсолютно нет овощей. Абсолютно нет. Даже дольки там какого-то огурца, помидорки, их просто нет. А почему? Ведь можно брать сезонность. Я понимаю, что там зимой, может быть, это дорого. Но осенью, когда это вот, ну, можно сказать, под ногами валяется бесплатно, у всех полно вот этого. И цены очень такие лояльные. Почему детям не дают овощи? А что, ну, то есть она что-то на это отвечает, почему не включены в меню овощи? Потому что, ну, сейчас вроде как перестали вот эти годовые контракты заключать. У них там сейчас как-то на три месяца. Но что, типа, опять же все упираются в деньги. Я не знаю, как работают те люди, которые заключают эти договора, когда, ну, например, эти же там перцы в магазине мы в розницу покупаем в два раза дешевле, чем они покупают на базе оптом, там, какое-то определенное количество в два раза дороже. Ну, мы же тоже не дураки. Мы же тоже можем прекрасно сравнить, кто на этом вообще, кто в этом заинтересован. Ну, в госзакупке это такая история, да. Пока не будет какого-то чиновника, который вот, ну, реально имеет, ну, так скажем, голос, возможность, которого, ну, скажут, даже если не будут с ним согласны, но скажут, есть, но который будет заинтересован в решении этого вопроса. Я думаю, что мы мало куда сдвинемся. Ну, смотрите, Ален, да, буквально минуту, да, еще? Минутка, да, от чиновников, чтобы не уходить далеко, последний вопрос. Ну, вот то, что сейчас вроде бы Александр Валентинович заинтересовался, по крайней мере, этим вопросом, дает какие-то шансы на то, что будут вынесены все же какие-то изменения в систему питания школьного? Ну, заинтересоваться и дать задание – это мало, нужно это проконтролировать. То есть, если он это доведет до конца, то результат будет. А если он просто, ну, как бы дал задание, и, как обычно у нас все считали, что у нас все хорошо, результата у нас не будет. То есть, вот у нас некоторое время назад уже, ну, достаточно, у нас была школа для слабослышащих детей. Ее хотели закрывать. Так только родители не кричали, что нашим детям негде будет учиться там, все. Нет, 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 нет. И вдруг, на их счастье, не знаю, приехал чиновник, у которого ребенок с такими проблемами. И школа осталась. Понимаете? Потому что есть личная заинтересованность, была личная заинтересованность человека, который имеет власть, ну, в каком-то данном вопросе. И вот тут должно быть то же самое. Пока у нас не будет заинтересованности, ведь, в принципе, ну, меня вот всегда поражает, когда, там, чиновники принимают какие-то решения. Алена, я прошу прощения, минутка у нас осталась буквально. Да, да, заканчивайте мысль. Вопрос-то, а где ваши-то дети питаются? Куда ваши-то дети ходят, что вам вот все равно, вам, ну, без разницы? Понятно, хорошо, спасибо большое. Алена Чеснокова с нами была, председатель Ассоциации защиты прав многодетных семей Кировской области, эксперт УНОЭФ. Ну, это правда, да, что многие такие вопросы решаются исключительно за счет личной заинтересованности, да. То есть, если у чиновника где-то на месте есть схожие там проблемы, то тогда, скорее всего, вероятнее всего, проблема будет решена. А так, конечно, никому, по большей части, до этого дела никакого нет. Ну, и видишь, вот как-то не вызывает, я так поняла, большого оптимизма, вот этот всплеск... Интереса. Интереса, да, к школьному меню со стороны в Рио губернатора. Ну, посмотрим. Да, смотри, в ожидании следующего спикера по телефону я хочу обратиться к телеграм-каналу Александра Соколова, где он выложил накануне эту новость о том, что подходы к школьному питанию надо менять. И традиционно там буря комментариев, шквал комментариев по этому поводу. Питание в школах ужасное, питание в школах ужасное, учителя... Так, питание в садах и школах невкусное, далёкое от слова полезное, сплошные углеводы, сахар, соль. Кто-то пишет, что с питанием не всё-таки плохо, кто-то снова поддерживает, что надо разбираться в этом вопросе, потому что это дети, потому что это наше будущее, ну и так далее, и другие важные слова, собственно, да. Ещё один, да, гость у нас по телефону, это Анис Самигулин, начальник отдела надзора по гигиене детей и подростков, управления Роспотребнадзора по нашему региону. Анис Нургайанович, приветствуем вас, добрый день. Да, добрый день, добрый день. Да, нам бы хотелось с позиции Роспотребнадзора осветить подходы к питанию в детских, школьных и дошкольных учреждениях. Основные моменты, которые предъявляет Роспотребнадзор к тому, чем кормят наших ребят. Хорошо, добрый день. Да-да-да, слушаем вас. Да, уважаемые радиослушатели, вот Роспотребнадзор, управление Роспотребнадзора по Кировской области уделяет особое внимание организации питания в образовательных организациях. Вот, во-первых, значит, вы все, наверное, знаете, что есть поручение президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина, значит, о том, что сейчас дети с первого по четвертый класс, у них организовано питание бесплатно, то есть они ни копейки не платят, вот. И, ну вот, на основании поручения президента и также приказа Федеральной службы, управление Роспотребнадзора по Кировской области, ежегодно контролируя организацию питания, то есть у нас проводятся выездные проверки в отношении школ, вот, где обучаются дети с первого по четвертый класс, значит, проверки у нас проводятся с лабораторным контролем, это в обязательном порядке, то есть, значит, здесь, во-первых, мы что проверяем? Это качество поставляемых пищевых продуктов и продовольственного сырья. Вот, исследования проводятся по физико-химическим, санитарно-химическим, микробиологическим показателям технического регламента. Вот, значит, здесь также готовые блюда мы проверяем на калорийность, на полноту вложения пищевых продуктов, на микробиологические показатели. Берем смывы бактериальной группы кишечной палочки, то есть смотрим, значит, как идет обработка вот этого, так сказать, посуды, да. Анис Торганович, мы понимаем, что нюансов очень много, но вот давайте сосредоточимся на меню. Какие нарушения по поводу меню вы находите? Вот, например, вот сосиски, да, вот их нет в меню. Если сосиски где-то, не дай бог, нашли, то, наверное, ай-яй-яй нагоняй получит, да, руководителю учебного заведения? Ну, конечно, конечно. Сейчас, значит, у нас в свете новых санитарных правил 2021 года, то есть сосиски у нас запрещены полностью, то есть их не должно быть. Вот сейчас, конечно, такая полемика идет, что вроде бы можно ли там сардельки, там еще что-то. А почему запрещены, кстати? Вот этого нельзя, потому что это бредный продукт. Вот этот уже колбасу, все равно дети могут покушать где-то дома, правильно в домашних условиях. Либо на завтрак там мама приготовит бутерброд, либо, значит, на ужин сосиску отварят. Поэтому, значит, здесь уже вот гигиенисты, ученые гигиенисты. Вот опять же, значит... Я прошу прощения, можно уточняющий вопрос, да? То есть, а вредное-то что в ней конкретно? То есть, какие-то добавки? Если там речь идет о каких-то добавках, там, об этом легендарном глютамате натрия, да? То есть, он есть не только там в колбасе, да? А так-то, по большому счету, что конкретно в колбасе вредного? Ну, понятно, понятно. Здесь просто вот есть такое понятие, принцип здорового питания. То есть, понимаете, вот что на стол школьнику, на столе у школьника что должно быть? Это естественные продукты, то есть мясо, там, рыба, да? А почему овощей тогда нет, ну, не предъявляете вы никаких требований по введению каких-то, да, продуктов? Вот, например, говорят, что овощей даже сезонных не бывает. То есть, там, огурцов свежих, там, помидорок никто не нарезает, не ставит детям на стол? Нет, почему? Значит, если в меню предусмотрено вот эти же, да, скажем, нарезки, вот, или в виде салатов, вот, именно, вот, овощей там, да, то, естественно, они, конечно, входят. Они в рационе должны быть в обязательном порядке, так же, как и фрукты. То есть, туда у нас что входят? Яблоки, да, апельсины, мандарины, вот, и так далее. Анис Нургайанович, у нас большая просьба, у нас ожидается сейчас небольшая рекламная пауза, пожалуйста, побудьте с нами, не кладите, пожалуйста, трубку, договорились? Хорошо. Да, хорошо, не прощаемся, реклама сейчас. Продолжаем наше общение, у нас на связи Анис Самигулин, начальник отдела надзора по гигиене детей и подростков, управления Роспотребнадзора по нашей области. Анис Нургайанович, да, еще раз добрый день, приветствуем, вы с нами? Да, 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 конечно, спасибо. Вот, до рекламы по поводу овощей мы начали говорить, собственно, я почему вопрос задала, Алена Чеснокова, председатель Ассоциации защиты прав многогазетных семей Кировской области, упоминала как раз о том, что вот овощи, да, какие-то даже вот элементарно, вот те же там огурцы, помидоры... Недостаток, да? Да, их вот явный какой-то недостаток даже, ну, говорит, что понятно, зимой там это может быть дорого, но даже вот, например, там сентябрь, октябрь, да, когда еще овощи не подорожали сезонные, их тоже на столе в школах практически нет. А вот понятно, что есть вещи, которых, там, продукты, которых быть на столе у школьников не должно, да, вот те же самые сосиски, которые мы упомянули. А следите ли вы за тем, чтобы что-то на столе было, да, то есть вот этих овощей, они прям вот обязаны быть в меню? И если они там быть обязаны, то сколько их должно быть в неделю, там, в граммах, в штуках, я не знаю? Ну, нет, вот смотрите, значит, во-первых, овощи, они должны быть в рационе питания каждый день, овощи. Потому что, вот смотрите, значит, вот то, что сейчас вот Алена Чеснокова сказала, что в школе чего-то не бывает. Вот, вот смотрите, есть такое понятие родительский контроль. Вот у нас есть методические рекомендации по организации родительского контроля. В принципе, вот сейчас сами родители могут решить, что должно быть на столе у школьника, какое блюдо. То есть в этих методических рекомендациях есть два вида анкетов. То есть они проанкетируют детей, проанкетируют, значит, организаторов питания, родителей. То есть уже там все будет понятно, вот что дети едят, что дети не едят. Самое главное, питание, опять же, детей, чтобы вот те пищевые вещества, минеральные вещества, значит, витамины, которые присутствуют в пищевых продуктах и в производственном селе, чтобы они попадали в организм ребенка. Понимаете? То есть у нас есть такое понятие, опять, щадящее питание. То есть это все делается на пару. Естественно, там уже у нас ни минералы, значит, ни витамины не погибают. То есть они поступают именно вот в организм ребенка. А, ну то есть мы, простите, что перебиваю, мы правильно понимаем, что Роспотребнадзор рекомендует там не в штуках, не в килограммах употреблять овощи, фрукты, а речь конкретно идет о содержании минералов, клетчатки, белка, углеводов и так далее, да? Конечно, конечно. Да, и вот на основании этого уже должно составляться меню непосредственно, да. Да, 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 потому что там идет же меню раскладка, и там все, в принципе, в каждом блюде все прописано, сколько минералов там, да, сколько витаминов. Вот дело в том, что, скажем, раньше мы обращались только на количественный состав. То есть, например, ну должно быть прием пищи, скажем, ну завтрак там составляет 230 грамм, там, да, 250, то есть вот в этих параметрах. То есть сейчас тоже мы смотрим вот именно на качество, на качество, посылаем полезных веществ в организм ребенка. Потому что понятно, что школьник – это подрастающее покорение, да. Чтобы организм развивался, нужны полезные вещества. Но смотрите, да, условно говоря, опять возвращаемся к тем же самым овощам. Понятно, что, условно говоря, там 80% от нормы овощей можно заменить капустой и всеми формами ее приготовления, да. Но все мы понимаем, вот как раз вы говорите о том, что эти элементы полезные должны попасть в школьника. Но ведь школьник, скорее всего, съест не тушеную капусту, а свеженький огурчик. То есть вот тут как-то вот отслеживают эти моменты? Или, например, капусты достаточно, ну, то есть 100% овощей – это капуста, ну, с морковкой. Ну, вот если взять, значит, полезность, да, огурца или капусты. Все-таки капуста, она полезнее. Почему? Потому что там содержится, в большом количестве содержится витамин С. Так ведь не едят ее, Анис Нургаянович. Проблема в том, что школьники более лояльны к огурцам, а не к капусте, да. Нет-нет, почему? Вот капусту, скажем, свежую едят, дети вот едят. Вот если уже она приготовлена как-то, скажем же, как горячее блюдо, там вот бывает не едят. Ну, почему не едят? Опять же, виноваты здесь родители. То есть родители не приучают детей есть нормальную пищу, потому что постоянно вот, да, да, вот эти всякие чипсы, там, не знаете, бургеры, там, т.д. и т.п. Вот, то есть дети вот не питаются нормально, дети просто вот занимаются перекусыванием. То есть ребенок проголодался, он там зашел, чипсы купил, там, эту же, значит, минералку, там, Кока-Колу, либо Пепси, Пепси-Колу. То есть вот каждый родитель, он должен, не только вот именно школа должна воспитывать, но, значит, все должно идти от семьи, от семьи должно быть. То есть уже ребенок с первого класса, даже, наверное, с детского садика, то есть должен знать, что вредно, что полезно. Поэтому если ребенка приучили в семье, да, вот кушать эту же, скажем, капусту, он будет кушать. А если, конечно, он не видывал в семье этого блюда, естественно, он уже не будет его есть. Поэтому здесь надо сталкиваться от этого. Спасибо большое за такой подробный комментарий. Анис Самигулин, начальник отдела надзора по гигиене детей и подростков, управлению Роспотребнадзора по Кировской области, на самом деле, могли бы еще говорить, просто времени уже не хватает. Еще хотели бы набрать одного специалиста. Но вот сказал Анис Нургаенович о том, что родительский комитет может вносить свои предложения, может изменяться меню. Но кардинально-то оно, видимо, не может меняться. Там не могут появиться суши, роллы, не знаю. Нет, это понятно, что никто и не будет предлагать суши, роллы родителям. То есть я, например, возьму свой пример. Я уже, по-моему, озвучила его в эфире. По детскому садику, да? Да, по детскому садику. У нас под конец года, почему, собственно, капуста, я вспомнила. Потому что у нас в меню каждый день фигурировала капуста... Так, подождите. Будем набирать? Просто мы Дашу прерываем, она не может речь свою очень важную закончить. Очень много капусты было в меню. И когда мы спросили заведующего, можно ли как-то это изменить, потому что дети капусту, а, не едят, и не потому что они едят дома чипсы. Подожди, а причине-то поинтересовались, почему капуста-то именно? Я прослушал или что? Это всё, на что хватает садику денег под конец года. Вот и всё. И сколько ты анкет? Все уже поистратились, и поэтому мы капустой сейчас, что называется, добиваем. Да, я так понимаю, что мы... Мы не успеваем уже набрать, просто не успеваем уже набрать, да. У нас редакторы интересуются параллельно в наушниках, и мы вот тут пытаемся. Вот, и, соответственно, сколько ты там анкет не заполняй, не обивай пороги, то есть если тебе сказали, что денег нет, денег нет, всё. Никакой меню ты там... Нет, не знаю, может быть, в школах ситуация какая-то другая. Вот, ну вот в детском саду, по крайней мере, так. Я тут ещё немаловожный момент вспомнил о том, что за последний год даже меньше, сколько там, 8 месяцев прошло. Мой младший сын ходит тоже в детский сад. Ты ведь помнишь прекрасно, что у нас плата за детский сад поднималась на протяжении последних 8 месяцев два раза. Это было осенью прошлого 2021 года, и это было весной 2022-го. Мотивировали это в первую очередь тем, что у нас резко возросла стоимость продуктов питания. Что изменилось? Во-первых, ничего не изменилось. И если стоимость продуктов питания возросла, то это и логично. То есть я так понимаю, что... То есть стали закупать то же самое, но подороже. Да, но подороже, да. Но при этом мне никогда было... Ну, если ты, например, подписывая договор, читаешь его, то обращаешь внимание, что те деньги, которые с тебя берут, их берут не за питание, их берут за присмотр и уход. Уход-присмотр, такая формулировка. И поэтому мне вот разговоры о том, что да вы там вообще не платите, вы платите очень мало, этого не хватает на питание. Ребят, вы либо берите с родителей деньги на питание и решаем вопросы в рамках того, сколько люди платят за питание своих детей. То есть ты предлагаешь вообще в отдельную какую-то строку, да, выносить питание? Ну вот эти деньги, которые мы платим, мы платим за питание или за присмотр и уход? Почему в договоре написано... Ну вот нам говорили о том, что давайте будем повышать, потому что продукт подорожает. И каждый раз, когда ты пытаешься выбить меню получше, ты, соответственно, утыкаешься в то, что ты слишком мало платишь для того, чтобы ребёнок лучше питался. Но плачу-то ведь я по договору, не за питание. Почему именно питание тогда всплывает? Почему каждый раз при разговоре о деньгах всплывает питание? Ну то есть вот этот момент мне не совсем понятен. Либо давайте называть вещи своими именами, либо не будем ставить в укор родителям, что они мало платят, поэтому дети плохо питаются. Абсолютно туманные какие-то перспективы, да. Возможно ли решить эту проблему? Котлеты, это же только один из камней преткновения, да. Рыбные котлеты надо, их не надо вообще оставлять в школьном меню. Просто мне сейчас вспомнилось ещё предыдущий разговор в Рио-губернатор с уже предыдущим главой администрации. Дело в том, Анна Лапшина, я говорю сейчас нашему редактору, когда она нам говорит в наушнике, я не могу одновременно её говорить в прямом эфире. Аня, у нас сейчас пауза возникает просто в прямом эфире. Вот. Когда тему в Рио-губернатор обсуждал уже с бывшим главой администрации, Дмитрием Осиповым, я помню, там анкетирование очередное хотели проводить. Помнишь? Да, конечно. Это в конце мая было. Анкетирование было? Очень много разговоров было об этом. Или оно ещё будет 1 сентября? Вот тоже закономерно сейчас поинтересоваться. Мне кажется, 4-5 эфиров полноценных мы на эту тему провели, о том, какое у нас было плохое всё, и какое станет прекрасное, хорошее. Мы сейчас все договоримся, составим меню, привлечём диетологов, специалистов научных по питанию и тому подобное. Вот такая кибитка наша всё там и стоит. Да, ну вот мы обещаем, да, мы обещаем нашей редакции продолжить эту тему завтра, обсуждать её. Надеемся, что встретимся мы завтра в программе «Особое мнение» с председателем организации «Родительский контроль», депутатом Закособрания нашего региона Ольгой Терекиной. Обязательно, я думаю, поговорим о школьном питании. На этом сегодняшняя передача завершается. Дарья Допузлиева. Владимир Сметанин. Всего доброго, до свидания.